МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А за бедой американцев предупредили, после урагана Флоренс станет только хуже. Какая стихия еще грядет? Одна в поле воинтера. Зимой устроили холодный душ на саммите лидеров ЕС. Каковы результаты? Изменения в Конституции, утверждения ЦИК и послания нардепам от главы государства. Сегодняшний день в здании под куполом выдался насыщенным. И пока парламентский корпус внимало дискутировал национальный корпус. У стен Верховной Рады пикетировал и требовал. Сотни активистов, ветераны и добровольцы, собрались на площади Конституции. И в неспешную риторику политиков вырвались звуки взорванных петард и дымовых шашек. Почему митинговали и были ли услышаны? Все подробности знает Богдан Дербицкий. С самого утра на площади Конституции собрались представители национального корпуса и ветераны АТО. Главное требование упростить получение гражданства добровольцами из других стран. Мы стоим на поддержке иноземных добровольцев, которые воюют за территориальную ценность в АТО с 2014 года за Украину. Это люди из России, Белоруссии, Хорватии, Грузии и других стран. 140 человек уже прошли весь бюрократичный, так сказать, все бюрократичные кола. И в них не хватает просто-напросто одния справки. Это справки с места проживания. То есть, человек, который приехал воевать за Украину против России, она априори не может получать справки с места проживания в России, потому что она там уже есть с радником и тому подобными вещами. Решить эту проблему могут на законодательном уровне, уверяет лидер национального корпуса Андрей Белецкий. Для этого зарегистрировали соответствующий законопроект. Свою присягу новой родине Алексей принимал на передовой 4 года. Воевал с самого начала АТО. Гражданство Украины пока не получил. Домой вернуться тоже не может. Во время революции настоянства мы связались с ребятами с Киева, встречались с ними и нашли много общего между русскими националистами, антипутинскими, поддерживающими Украину, и радикалами из Киева. Мы получили уголовное преследование. Спустя час после начала митинга протестующие захотели подойти ближе к парламенту и пройти сквозь полицейских кордон. Завязалась потасовка. По подсчетам полиции на площади Конституции собралось около 800 протестующих. После столкновения к ним вышел представитель парламента и пообещал передать требования радикалов спикеру. Но добровольцы на этом не остановились и пришли пикетировать администрацию президента. По центру Киева перемещались под присмотром правоохранителей. На Банковой несколько митингующих приковали себя наручниками к забору. Таким образом, уверяют, хотели показать безысходность своей ситуации. Денис, к примеру, родом из Беларуси. Я приехал в Украину с Нового года до 2015-го. И вот теперь я находюсь в Украине, потому что я больше не могу никуда выехать. В Украине это мой дом, другий. В администрации президента оповещали помочь с предоставлением гражданства добровольцам. Богдан Верибицкий, Лариса Зубенко и Руслан Смещук. Подробности телеканал Интер. Ну, кое-что Верховная Рада сегодня довела до ума. Прямо под вечер обновила состав Центральной избирательной комиссии. Среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем Центрозбиркоме. В новом ЦИКе теперь 17 представителей. Сегодня на Орде поголосовали за 14 кандидатов. Еще у двоих не завершилась каденция. И одно место остается вакантным. Кандидатов определяли по квотным принципам и гендерному равенству. Представлены 8 женщин и 6 мужчин. Перед голосованием парламенты уволили предыдущих членов ЦИК. Затем по очереди голосовали за каждого кандидата. Их полномочия продлятся 7 лет. Новоизбранные представители Центрозбиркома заявили, что готовы приступить к работе уже со следующей недели. Давайте приветствуем членов Центральной избирательной комиссии с предназначением на ответственные посадки. Приветствуем. В незаконный способ, антиконституционно, был изменен кольческий склад Центральной избирательной комиссии. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Это было сделано с порушением регламента в антиконституционный способ. С другой стороны, оппозиционный блок не получил тех кандидатов, которые должны быть в Центральной избирательной комиссии. С точки зрения квотного принципа представления Центральной избирательной комиссии. На этом наголосила в своей резолюции, соответственно, парламентская ассамблея Рады Европы. А началось заседание Рады с ежегодного выступления президента о ситуации в стране. Говорил о становлении мира на оккупированной части Донбасса, Конституции и создании единой церкви в Украине. Представил Порошенко и свою стратегию развития Украины. Каким было пятое послание главы государства, расскажет Ксения Барвиненко. Президент и в этот раз призвал Нердепов закрепить в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Взамен предложил убрать один пункт из основного закона страны. Из Конституции пропонуется выкреслить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет. Как я вам и обещал, в конце серпня Выконком СНД официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при статутных органах так званой співдружності. Говорил президент и о вариантах разрешения конфликта на оккупированных территориях Донбасса. Отметил, Украина готова к любым сценариям освобождения территорий. Но наиболее оптимальны переговоры. Кремль пытается переконать наших союзников в подготовке Украины силового сценария визволения Донбасса. Конечно, у нас должна быть подобная опция. Всякая армия должна быть готова к любым сценариям. Украина есть право на самооборону, согласно статье 51 статута ООН. И мы на этом окремо наголосили в нещодавно ухваленном законе про реинтеграцию Донбасса. Но наша стратегия мира полягає в его досягненні политико-дипломатичным шляхом. Главной стратегией своей работы, помимо прочего, президент определил защиту украинского языка и церкви. Это, по словам Порошенко, составная украинской идентичности. Как и велит Святой Письмо, мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам. И внутренние действия церкви не будет втручаться государство. Особенно иноземная государство. Почему они так боятся за это? Бо империя втрачает один из остальных важливых впливов. Томос, це є фактично ще один акт проголошення незалежності України. Для нас власна церква гарантія духовної свободи. Закончил своє выступление президент призывом к народным депутатам, как можно скорей проголосовать законопроект о снятии неприкосновенності. Или никогда больше не возвращаться к этому вопросу в своих предвыборных программах. Ксения Барвиненко, Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер. О делах церковных в президентском послании высказались оппозиционеры, еще раз подчеркнув свою позицию по вопросу предоставления Киеву автокефалии, еще раз пояснив, против чего, собственно, выступают. Президент в очередной раз затронул тему церкви, и в этот момент мы вышли. Мы вступаем не против автокефалии, я это говорил неоднократно. Мы вступаем против тех путей, которых нас пытаются привести к автокефалии. Для того, чтобы автокефалия была дана законным способом, церковь живет по своим законам, по своей традициям. Церковные традиции, церковные законы, руководят церковью. Так вот, для того, чтобы она была предоставлена законным путем, необходимо, чтобы был преодолен раскол в церкви. Только это является одним из важных условий представления автокефалии. Ну а после выступления президента в Раде был, на удивление, продуктивный день. Нардипы вняли призывом главы государства и проголосовали за изменения в Конституцию, затронули не одну статью основного закона Украины, обо всем подробнее дали в материале. После небольшого перерыва, который объявили в парламенте после выступления президента, депутаты активно голосуют. В повестке дня первым делом стоит вопрос внесения изменений в Конституцию относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Пропонуется внести наступные изменения к Конституции Украины. Дополните преамбулу положениями о подтверждении европейской идентичности украинского народа и невидворотности европейского и евроатлантического курса Украины. Впрочем, особых дискуссий это голосование не вызвало для большинства полицил. Курс в ЕС был и остается частью предвыборных программ. Стратегическое завдание парламенту – защитить европейский и евроатлантический шлях нашего народа, который был выбран 5 лет тому, когда мы вышли на Евромайдан. Народный фронт одноголосно будет голосовать за закрепление в Конституции стратегического курса Украины в НАТО и ЕС. Напрямок в ЕС и НАТО – мы за. Потому что ЕС – это добробуты, а не злитные. Потому что НАТО – это безопасность, а не российская агрессия. Я уверена, что наше будущее в европейской цивилизации и наша безопасность беззаперечно с странами, которые отвечают о ценностях и имеют возможность защитить себя в коллективной системе безопасности НАТО. И поэтому наша команда, несмотря на зауважение, будет четко и абсолютно одностайно голосовать за внесение в Конституции этих изменений. Единственная фракция, которая выступала против изменений, оппозиционный блок в полиции, или считают, что подобные правки только декларация. Людей за стенами парламента цекают совсем другие вещи. Их цекают, когда будет мир, когда будут снижены тарифы, почему срастают цены и когда была прекратена коррупция. А политическая декларация, которую предлагается проголосовать парламенту, не будет иметь никакого практического наследства для граждан Украины и является элементом передвиборчей кампании президента. Наша фракция будет голосовать против этого решения. Кроме того, наша фракция считает, что любые радикальные, кардинальные, важные изменения внешнего политического курса нашей страны могут быть приняты только после рассмотрения на всенародном референдуме. Тем не менее, обсудив украинский курс, нардепы сделали первый шаг к его закреплению. 321 народный депутат поддержал инициативу президента, и правки, в основном, закон направили в Конституционный суд. Мы будем ожидать сейчас повернение этих изменений с висновкой Конституционного суда. И я хочу окремо зауважить, что большая дискуссия вызывает отключение с перехидных положений Конституции 14-го пункта, которым позволяется размещение на территории Украины военно-контингенту иноземных стран. Если мы это отключаем из Конституции, как предлагает президент, это означает, в первую очередь, не то, что российские войска заберутся из Крыма. Это означает, в первую очередь, создание законодательных перешкод для размещения на территории Украины военно-контингента Украин-НАТО. Для нас есть очень один принциповый момент, но, на жаль, его уже в этой сессийной зале решить не можно. Президент внес свой проект. А что будет с коллективной безопасностью после вступа Украины в НАТО? Что будет с базами, поддержкой международной, которая сейчас, например, надается краинам НАТО, Балтии, Польши и других краинам. Поэтому это далекоглядное решение, которое мы должны, я уверен, после решения Конституционного суду, выправить. Следом за изменением Конституции в одной части установили для себя временные рамки, когда могут рассматривать изменения другой статьи о депутатской неприкосновенности. Не раньше декабря до этого времени нардепы имеют возможность вносить правки в законопроект, который лишает их иммунитета. А сам процесс прощания с неприкосновенностью затянется на две сессии. Но и на этом Конституцию избранники в покое не оставили. Радикалы подготовили свои изменения. Будет членством НАТО или ЕС – это далека перспектива. А землю украинцев хотят украсти сегодня. Транснациональные корпорации и глитаи. Мы хотим, чтобы украинской Конституции всегда было записано. Земля належит украинскому селянину. Господар на украинской земле – украинский фермер. И чтобы любая влада, независимо от того, кто будет, проводила политику исключительно в интересах украинского селянина и украинского фермера. Чтобы назавжди сняти будь-якие вопросы, как чья земля. Чтобы назавжди сняти будь-якие вымоги от международного валютного фонда. Нарде, по суде по предварительному голосованию, не против изменить Конституцию. В этой части, по крайней мере, отправили законопроект на экспертизу в Конституционный суд. В Европе, куда Украина так стремится, за ситуацией в нашей стране следят пристально и поддерживают. В то же время европейцев беспокоит медленный темп реформы, отсутствие успехов в борьбе с коррупцией. Об этом представители Европарламента рассказали премьеру Владимиру Гройсману во время встречи в Киеве. Бл. правительство согласилось, что Украина действительно меняется не так быстро, как хотелось бы, но достижения все же есть. Например, децентрализация и реформы в социальной сфере. За вашей поддержкой, поддержкой Европейского союза, Европейского парламента, Европейской комиссии, мы изменим страну, хотя мы понимаем, что темп этих изменений должен быть быстрее. Мне кажется, это очень символично, что сегодня наша встреча происходит в тот период, когда парламент предсказывает изменения в Конституции Украины в отношении наших евроатлантических, европейских прагнений и фактически предупреждает, открывает возможности в отношении в этих структурах Украины, что раньше было неможем. Представители других наших западных партнеров из Международного валютного фонда сегодня покинули Украину, так и не огласив своего решения. Об этом сообщают ряд СМИ. В МВФ якобы выдвинули новое условие, что не выделят транш, пока в Украине не будет принят бюджет на следующий год. В то же время глава Департамента коммуникации фонда Джерри Райс заявил, что переговоры после визита продолжатся. Напомню, первую часть денежной помощи, а это почти 2 миллиарда долларов, Киев должен был получить в октябре. Мы создали сегодня штаб. Департамент коммуникации фонда Джерри Райс, который разработает программу, который уже готовит реализацию принятого решения про загальнонациональный страйк, акцию протеста с единой требой. Департамент коммуникации фонда Украины с единым ультиматумом не допускать увеличения тарифов для населения. Другая, увеличить существенную зарплату, увеличить существенную пенсию, урезать выдачи на поддержку Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, областных державных администраций, силовых структур. Дать людям возможность жить, выжить и существовать сегодня. А пенсионеры тем временем вполне могут стать невинными заложниками разбора Кукерпочты. Госмонополист сегодня выдвинула грозные требования в формате шантажа. Министерству соцполитики и пенсионному фонду, дескать, прекратить доставку выплат с 1 января 2019 года. Старики не смогут получать свои деньги по почте, если чиновники не установят новые расценки на услугу до ноября. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Смелянский в интервью агентству Интерфакс Украина. По его словам, Мининфраструктура давно установила новый тариф, но в Минсоцполитике и в пенсионном фонде его все никак не согласовывают. Поэтому Укрпочта несет огромные убытки, только за год потеряла около 1 миллиарда гривен. Ни дня без тишины на Донбассе. Боевики не перестают провоцировать украинских военных на ответный огонь. Сегодня пять раз обстреливали наши позиции, в том числе и запрещенного оружия. В районе Крымского и Шурокина били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Досталось армейцам и в районе Лебединского. Там противник накрыл опорные пункты минометным огнем. Очередной скандал в Министерстве здравоохранения. Руководство Государственного экспертного центра подозревают в хищении более 4 миллионов гривен. По данным Киевской прокуратуры, чиновники обогатились на махинациях с закупкой программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом. В Центре правоохранителя сегодня провели обыски. В Минздраве поспешно заявили, что следователи пытались изъять сервер с реестром пациентов, однако в прокуратуре эту информацию опровергли. В Министерстве здравоохранения. не объяснили цифру с следствием. Судьба украинского заключенного Эдварда Чикаша может решиться в ближайшее время. Украина и Египет ведут приговоры об экстрадиции украинца, осужденного на 25 лет якобы за контрабанду оружия. Подробности в нашем материале. 25 лет без права на обжалование приговора. Уже 7 лет, как украинец Эдвард Чикаш отбывает срок в египетской тюрьме. В 2012-м успешного предпринимателя, занимавшегося туристическим бизнесом, суд обвинил в контрабанде оружия и организации массовых беспорядков. Еще тогда украинские власти обещали вернуть нашего гражданина домой, однако он до сих пор там. Несколько дней назад Чикаша навестила украинская делегация, народные депутаты и активисты. По словам врача Владимира Шурдука, состояние Эдварда ухудшается с каждым днем. К сожалению, состояние его ухудшается. Самый важный клинический признак ухудшающего состояния – это, конечно, учащение приступов. Приступы удушья, которые особо опасны при бронхиальной астме. В тех условиях ему никто такой специализированной помощи оказать не может. По большому счету, эти приступы могут быть опасными для жизни. Кроме того, у Эдварда подозревают онкологическое заболевание. Однако должную диагностику пройти в Египте ему не позволяют, говорит врач. Уже не раз украинские власти говорили о необходимости экстрадиции нашего гражданина. Однако до реальных переговоров дело так и не доходило. Нардепы уверены – вскоре Чикаша удастся вернуть домой. Бороться за каждого своего гражданина. Надо бороться за Сенцова, надо бороться за Эдварда. Он незаконно осужден. И мы сейчас услышали эту историю. Скорее всего, это произошло из-за его деятельности коммерческой в Египте. Хочется понимать, верить, что скоро мы его увидим на украинской земле. О политическом характере приговора украинскому бизнесмену говорит и бывший журналист, а ныне координатор движения «Стоп коррупции» Роман Бачкала, еще в 2012-м освещавший судебный процесс над Чикашем. Чикаш был достаточно крупным инвестором. Он инвестировал в экономику Египта миллионы долларов. Речь идет о туристическом бизнесе. И когда к власти пришли националисты, группировка братьев-мусульман, там началась такая волна, что вот Египет египтянам, значит, всех иностранцев долой, они, значит, грабят египтян. То есть, ну вот такая началась какая-то ересь с одной лишь целью – отжать бизнес. Нет каких-то разумных аргументов, нет ничего. Но их не слышали. И это был военный трибунал без права обжалования. Уже в ближайшее время депутаты и общественные активисты намерены обратиться к президенту Украины с просьбой мешаться в это громкое дело. Уверены, при должной политической воле руководства Украины и Египта Эдварда Чикоша могут экстрадировать домой, где он смог бы пройти необходимое лечение. Или же и вовсе помиловать. Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал Интер. Язык ограниченного использования. Во всех заведениях Львовской области запретили песни на русском. Это касается и дорогих ресторанов, и дешевых наливаек. Как нарушителей наказывать будут, выясняла Галина Якушко. Установить мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любой форме на территории всей Львовской области. Такое решение приняли на очередной сессии областного совета. Запроголосовали 57 депутатов из 84. Правда, ни штрафов, ни механизма, как вводить в действие этот запрет, депутаты пока не придумали, но уже посоветовали принять аналогичный документ своим коллегам из Верховной Рады. Украинские, английские, французские. На приезде Кривая Лыпа можно услышать любые песни, но только не русские. Здесь около десятка баров и ресторанов, но ни в одном задолго до решения областных депутатов не включали российский репертуар. У нас только джаз. Люди 20-35, это власный формат. Художники, музыканты, поэты, депутаты. Украинские. Мы живем в Львове. Мы сами так решили. Клиенты хотят слышать украинскую мову. Мы живем в Львове, где есть украинские люди. Посетители заведений к решению депутатов отнеслись по-разному. Мы не можем себе позволить право слушать мову украинского агрессора. Это, по-перше, мову той страны, которая всю жизнь гнобила украинцев. Украинцы боролись с той нацией, с той мовой, с той страной. Делать что-то для развития. Не запрещать российскую, а больше развивать украинскую. Украинские какие-то культурные события, музыка, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но не запрещать. Запреты ни к чему не приводят. Дискриминацией и просто глупостью назвал запрет российского контента посол Канады в Украине. Роман Ващук отреагировал на решение Львовского облсовета на своей странице в Твиттере. На что депутаты ответили. Решение рекомендательное и будет действовать временно до освобождения всех оккупированных территорий Украины. Галина Якушкина, Голубенко. Подробности телеканал Интерльвов. Поддерживать украинский язык на государственном уровне, продвигать проекты в области культуры и искусства должна специальная структура. Уверен лидер движения «Справедливость» Валентин Наливаченко. Это нациагентство по вопросам устройства государства и национальной идеологии, которое необходимо создать в Украине. Это агентство, на моё впечатление, мое постоянно поддерживать такие проекты украинского области, украинской государственности. А главное, чтобы проводить курсы, учения для государственных службовцев, для военнослужбовцев, для всех, кто имеет отношения к области, чтобы люди знали, изучали и имели какомога больше поддержки для того, чтобы развиваться, для того, чтобы идеи державотворения, или то с прошлого, или то с сегодняшнего, стали доступнее и стали частью украинской и культуры, и науки, и государственной службы. Об этом Валентин Наливаченко заявил во Львове, где посетил 25-й форум издателей. Он открылся, напомню, вчера. Форум собрал 260 издателей. Валентин Наливаченко отметил значимость этого мероприятия, поскольку его организаторы поддерживают талантливых украинских писателей, поэтов и переводчиков. В Германии не утихают споры вокруг назначения бывшего шефа контрразведки на высокий пост в Министерстве внутренних дел. Социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, обрушились с критикой на своего лидера и требуют объяснить, почему чиновника, который допустил проколы в работе, не отправили на политическую пенсию. Подробнее Татьяна Лагунова. Социал-демократы Германии недовольны своим лидером. Они обвиняют Андрея Налис в политической слабости и беззубости. Из-за того, что на встрече лидеров правящей коалиции. Она не заблокировала предложение назначить бывшего шефа контрразведки Ханса Георга Массена статс-секретарем Министерства внутренних дел. Социал-демократы требовали уволить Массена, а не перевести его на ответственную и более оплачиваемую должность. Это главная претензия партийцев к своему лидеру. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что ради Массена с должности статс-секретаря досрочно отправили на пенсию социал-демократа Гюнтера Адлера. Андрей Аналис второй день пытается оправдаться. Массена рассказывает, что боролась до последнего, но ей не оставили выбора. В ходе переговоров министр внутренних дел Зеяхофер был не готов отказаться от господина Массена и предложил ему должность в своем министерстве. Я считаю это решение неправильным. Понимаю критику, но у этой критики есть адресат – Хорт Зеяхофер. И вообще без компромисса в деле Массена развалилась бы коалиция. Лично я не готова из-за этого кадрового решения жертвовать коалицией. Германии необходимо стабильное, идееспособное правительство. Впрочем, в прочности коалиции многие как раз и засомневались. Дескать, о какой стабильности может идти речь, если правящий союз начал трещать по швам из-за одного кадрового вопроса. Затема Луганова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В американском штате Мэриленд произошла стрельба. По данным правоохранителей, погибли по меньшей мере три человека. Двое получили ранения. Стрелок, предположительно женщина, открыла огонь на территории офиса крупной аптечной сети. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняет полиция. 28 европейских лидеров встретились сегодня в австрийском Зальцбурге, где проходит неформальный саммит ЕС. Брекзит остается главным и самым болезненным вопросом для Европы. Как продвигаются переговоры, расскажет Светлана Чернецкая. Небольшая прогулка перед насыщенным рабочим днем. 28 главных политиков Европы любуются видами Зальцбурга за дружескими разговорами. А вот в кабинетах тон несколько меняется. На повестке дня два самых болезненных для Европы вопроса. Миграция и Брекзит. Конечно, есть напряженность. Конечно, это сложные времена, когда мы пытаемся решить сложные вопросы для ЕС. Но я верю, что мы должны отстаивать интересы ЕС в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе. Евросоюз держится единым фронтом в вопросе Брекзита. 27 против одного. По другую сторону баррикад британский премьер. Тереза Мэй не устает убеждать коллег, что предлагает вполне приемлемые условия для развода. На этот раз ей дали слово за ужином. После небольшого концерта британскому премьеру выделили всего 10 минут для выступления. Если мы хотим достичь успешного результата, то Евросоюзу нужно развивать и менять свою позицию так, как это сделала Великобритания. Я уверена, что с доброй волей и решимостью мы сможем согласовать договор, который подойдет обеим сторонам. Лондон и Брюссель нашли компромисс по большинству вопросов. Впрочем, нерешенными все еще остаются торговля и судьба ирландской границы. Лондон хочет сохранить тесную коммерческую связь и свободную торговлю. И не собирается усиливать границу между Британией и Ирландией. По-прежнему подходы Лондона и Брюсселя к условиям развода очень отличаются. Впрочем, обе стороны понимают, что они найдут решение, только если будут двигаться навстречу друг другу. Хотя это будет очень сложно. После обеда Терезу Мэй отправили домой. А вот все остальные европейские лидеры остались, чтобы откровенно обсудить общую позицию по Брекситу. Времени остается все меньше. Уже в октябре Лондон и Брюссель планировали окончательно утвердить условия развода. Впрочем, уже очевидно, это вряд ли произойдет. Скорее всего, в ноябре придется созвать еще один экстренный саммит по Брекситу. Альтернатива – разрыв отношений вообще без договоренности. Впрочем, пока ни одна из сторон не заинтересована в таком сценарии. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Коварный Флоренс, ураган, который ударил по Соединенным Штатам, утихает, но при этом каждый день забирает все больше жизней. Погибших уже 37. В зону стихийного бедствия накануле вылетел Дональд Трамп, что увидел президент, зная Дмитрия Нопченко. Вот так сейчас выглядят Северная и Южная Каролина. Огромная территория полностью залита водой. Подмыты дороги, разрушены автотрассы, покосились мосты. Казалось бы, ураган утих, и эта территория может возвращаться к нормальной жизни, но метеорологи предупреждают – самое страшное еще впереди. Дожди идут беспрерывно. И мелкие речушки вышли из берегов. Уровень воды выше, чем когда-либо в истории. Да, самое худшее нас еще только ждет. Сказали, вода в реке еще минимум на 7 метров поднимется. А значит, жителей, которых эвакуировали, возвращать сюда рано. В новостях каждый день сюжеты о том, как спасатели вытаскивают людей из затопленных домов и машин. Вот только недавно годовалому малышу смогли жизнь сохранить. Мать, оставив его, вплавь добиралась до суши, чтобы попросить о помощи. По последним данным, затоплены десятки тысяч домов, 500 тысяч зданий до сих пор обесточены. В целом, ураган изменил жизнь почти двух миллионов человек. Убытки настолько масштабные, что своими силами не справиться. В пострадавшие районы вылетел президент Трамп, чтобы скоординировать помощь. Мы будем с вами, знаете это, мы всегда были с вами. Это штаты, где Трампа любят, и где голосовали за него, а не за Хиллари. Поэтому и прием теплый, и от президента звучат обещания выделить из федерального бюджета значительные средства. Проблема еще и в том, что многие в целях экономии покупали самые дешевые страховки на имущество. А в них убытки в результате стихийного бедствия в списке исключений, то есть выплат не будет. На это и жаловались главе государства, когда он ходил от дома к дому, чтобы поговорить с людьми. У них есть страховка, но страховка пытается отвертеться, и это нехорошо. Представляете, страховая компания не хочет платить. Сделанных ошибок уже не исправить. Максимум, чем сможет помочь Вашингтон, раздать материальную помощь. Но чтобы восстановить подтопленные дома, этих денег явно не хватит. Максимум, самое необходимое купить взамен всего, что осталось под водой. И над зажиточными, в общем-то, штатами сейчас нависла угроза бедности. Тем временем, метеорологи, которые обещали, что к началу недели все утихнет, свои прогнозы корректируют. Мол, вся эта неделя будет дождливой, наводнение только усилится, а значит, Флоренс по-прежнему будет держать в тисках страха Северную и Южную Каролину. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Массовые обыски на одном из самых популярных в Украине горнолыжных курортов, Буковели, начались еще днем, но не закончились до сих пор. С чем они связаны и что еще целовики дали в материале наших корреспондентов. С обысками оперативники СБУ нагрянули в Буковель днем. Больше 10 человек разошли сразу по нескольким объектам. Объекты, где проходят обыски, связаны с Александром Шевченко. Он был их владельцем до того, как стал народным депутатом. После избрания Верховную Раду имущество было переписано на других людей. Пришли с обысками оперативники на асфартный завод в Надвирной, а также в офисы компании БПС и Скорзанера. Их тоже связывают с нардепом Александром Шевченко. Везде проверяли финансово-хозяйственную документацию, изучали информацию на компьютерах. Сам Шевченко назвал обыски политическими играми, которые направлены якобы на понижение его рейтинга. Люди видят то, что было сделано мной. Сразу начались криминальные дела, сразу начались переследования. Просто сейчас идет такое, скажем, нахабное вломывание в офисы дорожной фирмы БПС, которая сбудовала личность дорог на Прикарпатии. Просто сейчас функционеров вшуковывают в их помешканьях приватных. Дольше всего оперативники задержались вот в этом помещении, где находятся камеры видеонаблюдения курорта. После нескольких часов работы правоохранители забрали системные блоки и уехали. В областном управлении СБУ комментировать что-либо отказались, только подтвердили. Обыски проводят киевские коллеги. Константин Редин, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Спорт в тренде. Украинцев сегодня мотивировали всерьез заняться своим телом во время флешмоба по подтягиванию на перекладе не по всей стране. Одновременно выполняли это упражнение порядка 50 тысяч человек. Как это было в Харькове, видели наши корреспонденты. На территории Харьковского спорткомплекса «Локомотив» около 20 площадок. Каждый желающий может попробовать свои силы в разных видах спорта. Это дзюдо, гимнастика, поднятие штанги и даже бадминтон. Настоящий праздник физкультуры организаторы приурочили к Международному дню студенческого спорта. Сегодня находится в Харькове близко 5 тысяч человек, которые выполнили разные действия. А по всей Украине мы ожидаем, что это будет близко 50 тысяч. Свои спортивные команды в Харьков отправили 30 вузов со всей Украины. Особенно многолюдно возле перекладин. Это студенты присоединились к всеукраинскому флешмобу «Спортивная фигура модна». Самая младшая участница флешмоба – 8-летняя Николь Князева. Третьяклассница рассказывает, весь ее день расписан буквально по минутам. Девочка активно занимается 18 видами спорта. Хвастает, установила 25 мировых и украинских рекордов. Я отжимаюсь 5 тысяч раз за 2 часа и 6 минут. Потягиваюсь на перекладине 5 раз за 37 минут. И сегодня же в Харькове торжественно открыли 16-ю всеукраинскую универсиаду. Регион выбрали не случайно, уверена глава обл. администрации. Развитию спорта здесь уделяют большое внимание. Это и площадки с искусственным покрытием для занятий футбола. Это и строительство новых оздоровительных физкультурных комплексов, которые круглый год могут заниматься все желающие большим количеством видов спорта. Я думаю, что как раз это и есть та доступность, которая обязана быть в каждой стране. Потому что именно с малого возраста и студенческие годы зарождаются звезды, спортивные звезды, которые представляют нашу страну, в том числе и на международных аренах. В программе всеукраинской универсиады 16 видов спорта. Начнутся соревнования в январе и пройдут в разных регионах страны. Победители войдут в сборную, которая отправится на международные состязания. Андрей Кровец, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. И еще о спортивных достижениях. 17-летняя украинка Дарья Белодет одержала победу на чемпионате мира подзюдо в Баку. Девушка побила рекорд, став самой юной чемпионкой в этом виде спорта. К тому же она первая украинка, которой удалось завоевать мировое золото в женском дзюдо. Для Дарьи это был второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году в статусе чемпионки Европы она проиграла в третьем раунде. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин